Добрый день, уважаемые подписчики и друзья из соцсетей. Сегодняшнее видео это как бы продолжение этого видео про комплект для экшн-камер. Если вы не смотрели, то ссылочку на это видео я обязательно поставлю в описании. Посмотрите начало, с чего началось. И в первую очередь я хотел поблагодарить всех, кто смотрел данное видео, кто писал комментарии в социальных сетях под этим видео на ютюбе. И хочется ответить этим видео как раз на вопрос о именно плавучести такого комплекта. И для этого специально я взял различные комбинации. То есть я взял сначала непосредственно армы, которые используются в этом комплекте. Потом после этого я собрал их в единое целое. То есть это два арма плюс один зажим. И как видите на видео они плавают. В третьем варианте. То есть все эти армы уже собраны непосредственно с ручкой в комплект. И к сожалению у меня нет морской воды сейчас, чтобы показать вам, что в морской воде этот комплект будет близко к нейтральной плавучести. Да, он может быть где-то минус 30-40 грамм. Но это уже приемлемо для того, чтобы не ставить поплавки. У вас этот комплект не выпрыгивал на поверхность. И при этом вам было комфортно снимать. Итак, в пресной воде у меня получилась нагрузка где-то примерно минус 70-80 грамм на весь комплект. Но без учета фонарей. Естественно, что вы если будете использовать фонари, смотрите плавучесть непосредственно самих фонарей. Потому что фонари добавляют плавучести примерно по 200-300 грамм минуса на каждый фонарь. Это уже где-то полкило грамм 600. Поэтому когда вы комплект такой собираете, вывешиваете вы прежде всего не комплект, не ручку с армами. То есть вы вывешиваете непосредственно. Точнее не вывешиваете, а компенсируете отрицательную плавучесть фонарей. Такие же точно трудности испытывали у нас люди, когда они комплекты, допустим, ВОЗ Тревел Боксы комплектовались у нас армами ВОЗовскими. И после этого устанавливали другие фонари других производителей. Допустим, таких как АМГ. Их много, эти фонари знают. В принципе, надежная более-менее конструкция. Все, вопросов нет. Но, к сожалению, каждый фонарь дает минус где-то 200 грамм. И это приходилось компенсировать. Поэтому когда ты комплект получаешь в руки, то есть у вас получается после 40-минутной погружения, то есть ручки-то у вас уже устают. То есть когда у вас практически полукилограммовая гиря в течение часа в руках. А то и больше. Вот поэтому эти комплекты как раз и создаются таким образом, чтобы это была плавучесть близкая к нейтральной. В профессиональных, конечно, подводных боксах там есть система регулировки плавучести. Но в дешевых конструкциях, любительских, к сожалению, такое вещь поставить нельзя. И рады бы, да, то есть, но стоимость таких систем контроля плавучести, она может в разы превышать всю эту схему, которая собирается. Ну, вот, в общем-то, и все, что я хотел рассказать вам в видео. Смотрите, проверяйте сами. Ну, и, соответственно, заказывайте эти площадки. Ну, а с вами, как всегда, был Альберт. Буду очень рад, если вы напишите комментарии, поделитесь под видео своими впечатлениями. Ну, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok